Неспокойная смена выдалась и у Саиногорских спецслужб. Они сегодня отрабатывали порядок действий в случае землетрясения. Такой сценарий придумали власти республики после декабрьского землетрясения в Туве. Татьяна Стефаненко выяснила, личный состав к чрезвычайной ситуации готов, зато техники не хватает. В Туве опять землетрясение. Такова легенда Саиногорских спецслужб. Сейсмическая волна докатилась и до города Металлургов. Из-за сильных толчков в одном из домов разошелся межпанельный шов. Дан приказ срочно переселить людей. В настоящее время большинство отселяемых разошлись по родственникам. Фактически требуется отселение 10 человек. Пока власти готовят временное жилье для тех, кому некуда идти, полевая кухня во дворе дома разливает чай и раздает бутерброды. На месте работает скорая помощь, пожарные, полиция. Коммунальщики уже оценили размеры повреждения. Между четвертым и пятым этажами разошелся межпанельный шов. Длина трещины 2,5 метра. В случае последующих толчков подъезд может обрушиться. Людям в квартирах оставаться опасно. В связи с чрезвычайной ситуацией жители аварийного подъезда переселили в школу. Именно здесь организован пункт временного содержания. Временного, пока не устранят последствия землетрясения. Этим занимаются коммунальщики, а полиция охраняет имущество граждан. А люди могут спокойно покушать, отдохнуть здесь. В школе вынужденные переселенцы могут находиться не более трех суток. Если повреждения в доме коммунальщики не устранят, то людей расселят по ближайшим профилакториям и санаториям. Местные власти заверяют, они полностью готовы к любой чрезвычайной ситуации. Вот только техническую базу нужно обновить. Вот мы будем работать именно в этом направлении. То есть изучать рынок, изучать возможности и привлекать. Возможно придется что-то закупать, дооснащать такие вот аварийные бригады. Там наши предприятия именно более современной техникой. Пока в бюджете города на новую технику власти предусмотрели всего 800 тысяч рублей. Чиновники говорят, сумма небольшая, но в течение года она обязательно вырастет. Насколько, пока неизвестно. Ясно одно, сегодняшние учения прошли по плану. Татьяна Степаненко, Виталий Ломаковский, Новости, 7-й телеканал.